Расстановку и фамилии игроков, которые вышли сегодня в составе Мадридского Реала. Необходимая преамбула для тех из вас, кто может быть не очень внимательно следит за турниром в Лиге Чемпионов и включил телевизор просто, чтобы скоротать вечер в выходной день, поскольку все-таки сегодня в стране, в России праздник. Дело в том, что эта игра, по сути дела, с турнирной точки зрения ничего не решает. Сегодня встречаются команды, которые уже завоевали себе путевку в следующий круг, во второй тур Лиги Чемпионов. И Иван Эльгера, центральный защитник основной команды, они дисквалифицированы. Контратака Спартака, Титос, пас налево. И безродному придется уже вот такую сложную подачу выполнять. Едва бразильцы не соорудили гол, Маркау не сумел замкнуть эту передачу. Удар Калиниченко, тотальное преимущество Спартака в первые 7 минут этого матча. Мадридский Реал, по-моему, еще пока на первой минуте один раз появился. На половине поля Спартаковцев и при чудовищной совершенно поддержке. Трибун забитых до отказа Лужников. Спартак идет в атаку и объемом. Но так было все очень сложно исполнить. Опасный момент. И вот Сезар выручает свою команду по-настоящему. После удара Василия Баранова в дальний угол. Салари оказался на месте правого защитника. К отчаянную борьбу занять ведет Спартак. Подкат сзади именно поэтому звучит свисток арбитра Бре. Пять ударов поворотом соперника за 18 минут матча нанес Спартак. Ну и вообще игра Спартаковцев в первом тайме. Спартаковцы играли в первом тайме. Они начали и вторую половину встречи. И все-таки есть надежда на то, что сегодня Спартаковцы... Ну вот и 1-0. Собственно, надежда уже стала реальностью. Спартак делает первый шаг к тому, чтобы сделать сегодняшний 7 ноября все-таки красным-белым. Ну, календаря, сказал бы я так. Ну и 1-0. После рикошета Егор Титов бил по воротам. Мяч попал в ногу кому-то из испанцев. Сейчас мы на повторе разберемся, кто это был. Сезар попался на противоходе, но на Егоре Титову, видимо, четвертый мяч в Лиге Чемпионов защиты не будет. Он не бил. Он делал прострельную передачу в таранку. Мяч попадает и Жереми. Бедняга Жереми, камерунский защитник мадридского Реала. Выполняющий сегодня несвойственную функцию центрального защитника. Погорячился. По инерции подставил ногу. Ну и Сезар был не удел. Мяч в руку там попал. С тренером. Тоже, на мой взгляд, неприятно. Кроме того, греческие команды, если они выйдут в штангу, попадает Калиниченко. Сладный удар пробьют испанцы. Ну и, пожалуй, Лацио. Вивентус, если выйдет. И Гамбург. А именно, мне кажется, Гамбург, а не Бавария. Потому что Гамбург, опять-таки, более вязкая команда. Подопечным. То ли еще и еще. Прибавьте в концовке, чтобы совсем уж с хорошим настроением закончить этот матч. Но, по-моему, повторяю. В том, что касается самоотдачи на строй на игру. Никаких претензий к Спартаку. И, тем более, никаких претензий в том, что касается результата. Одержана победа над победителем прошлого розыгрыша Лиги Чемпионов. Мадридским Реалом. В воздух над Лужниками летят ракеты. Спартак в раме восьмикратного чемпиона России тут же обыгрывает обладатели Кубка Чемпионов. Что ж, это хороший знак. И будем ждать начало второго группового турнира Лиги Чемпионов. Напомню, что матчи состоятся, еще два матча в этом году.